В Кадетской школе для учеников прошло первое занятие пилотирования дронов. В течение двух месяцев с профессиональным инструктором ребята будут изучать строение и управление беспилотником. Как прошел первый урок и что нового узнали ребята, расскажет наш корреспондент. И в ПВ-дрон полностью ручное управление. То есть, если вы хотите полететь вперед, дрон не полетит сам вперед. Его нужно будет наклонить потихоньку, но это все во время занятий вы будете изучать. То есть, здесь полностью ручное управление. Беспилотный летательный аппарат – дрон-квадрокоптер. Названий много, а цель одна – подняться на несколько метров, осуществляя при этом видеосъемку. Главное в управлении такими аппаратами – безопасность, соблюдать которую можно при наличии необходимых знаний и навыков. Приезжают инструктора, обучают ребят в течение двух месяцев. Потом у них идет общий сбор и проводится коллекционная, аттестационная работа. Ребята летают, сдают, задания выполняют и получают сертификат. Он не образовательный, а о том, что они прошли школу обучения и пилотирования. Это идет еще как некая профориентация. Первый вводный урок начался с изучения сложных в управлении моделей. Такие дроны имеют камеру и возможность передачи картинки прямо на пульт оператора. А скорость – больше 100 км в час. Сложность в том, что управление такими летательными аппаратами происходит вручную. Поэтому сначала теория. Это все зависит от мелкой моторики, да, и как у нас мозг работает, усваивает эти механизмы. Потому что это сложное управление, вам нужно руками контролировать там и горизонт, и управление, и резкость. То есть это взрослому человеку будет сложнее, детям, как правило, это все проще. Для меня по большей части эти занятия будут полезны всем, потому что я не так прям много знаю, и хотелось бы узнать намного побольше. На этом занятии я узнал уже о времени летания БПЛА самолетного типа. Я этого раньше не знал. Любые знания необходимо закреплять на практике. В этом юным пилотам помогут часы, проведенные за компьютером. Обучение на симуляторах – это второй этап подготовки. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.